Друзья, приветствую вас на зоне. У нас сегодня круассанная зона и, конечно, со мной Софья, чему я несказанно рад. Потому что, как вы уже знаете, если вы нас смотрите, сегодня будет обзор на наш любимый магазин десертов, выпечки и всего-всего самого вкусного cheesecake.ru. И сегодня обзор тематический именно на выпечку. У нас различные круассаны, улитки, турноверы и еще парочка вкусных вещей. Поэтому, что мы с тобой будем делать, папуль? Будем есть. Есть. А будем мы с тобой строить какой-то рейтинг? Ну, допустим, у нас ведь здесь есть круассаны и сладкого, и не сладкого типа. Ну, здесь не сладкие только два, по-моему. Ну, тогда мы устроим рейтинг, допустим, сладкой тематики. Да, мы просто можем по местам расписать, какие нам больше всех понравились круассаны. У нас здесь два типа выпечки. Первая пришла нам уже испеченная в замороженном виде, потому что cheesecake.ru возит все в заморозке, и продукция от этого не страдает в качестве. А эти круассаны, которые напротив них лежат, мы спекли сами. Можете посмотреть, как это было. Мы их выпекали в духовке, выложили на противень, застеленный пергаментом, в замороженном прям виде. Поставили в духовку на 170 градусов, и там где-то 25-30 минут они у нас выпекались. Причем круассаны разные, какие-то с начинкой, какие-то без, поэтому по-разному. Мы за ним следили. Да, я хочу заострить внимание, их размораживать не надо перед выпечкой. Прямо из упаковки достал и отпекать. Это очень удобная опция, между прочим. Да, можно же по два, там, например, на завтрак два испечь, а остальные оставить в морозилке. Ну, кстати, кстати, да. Ну вот сейчас мы переформатируем стол, ребята, потому что мы показали вам, как это в упаковке выглядит, помимо, конечно, тех, которые на противне. И мы сейчас переложим все в красивые тарелки, и начнется приятнейший процесс дегустации всех этих выпеченных изделий. Да, поехали. Вот мы подготовились. У нас здесь различные круассаны. Мы выложили гуакамоле. Нам его тоже привезли. Отдельно потом расскажем. Чизкейк икру продается в гуакамоле. И чизкейки, конечно, всего четыре в этот раз. Вспомните наши прошлые обзоры. Мы, кстати, дадим на них ссылку в описании, чтобы вы посмотрели. Ну, давай, папочка, пробуйте. Я сделала вот листочек с рейтингом. Здесь одна плейнка папины, вторая моя. Мы решили, каждый сам будет решать, что у него на первом месте. Ну, с чего начинаем? Начнем, наверное, с выпечки. Мы взяли досочку, чтобы каждую выпечку разрезать и показывать, что вам внутри. А вторую, ну, естественно, будем пробовать ее. Смотрим, свес хрустит. Слушайте, как хрустит. Я специально своим... Вау! Я думаю, мы правильно начали, друзья. Малина. Так вкусно. Согласись, пап, начинка вот не как джем такой притерный, а как вот просто малиновое пюре натуральное. Очень вкусно. Очень мне нравится этот круассан. Мне кажется, он у меня будет на первом месте. Вот я так сразу думаю. Надо вытереть нож по правилам дегустации. А это что-то типа заварного крема. Смотрите, какое слоение здесь. У нас есть еще... Или я всякую, что-то уже все съел, в общем, как обычно. Но у нас есть еще один круассан с заварным кремом, который мы сами пекли из заморозки. Давай сравним, вот как отличается круассан, который уже испечен и заморожен, от того, который заморожен сырым и испечен. Да, вот какие дырочки тут у нас. Вот если сравнить. Структура. Ну, кстати, вот у этого более мелкопористого, у этого более крупнопористая структура. Но сам круассан, который был уже испечен, более воздушный. Центральное филе я тебе вырезал из круассана. Я еще и этот не попробовала. Крема не так много по количеству, но он просто очень насыщенный по вкусу, поэтому его достаточно. Что в одном, что в другом. Что попробуем. Так, этот я поняла. Так, попробуем второй. Честно, показать, если сравнивать уже испеченный замороженный, и который мы сами пекли, мне больше понравился, который был испечен. Уже готовый, потому что он как-то более воздушный, что ли, на мой вкус. Дальше. Дальше. Давай пробовать вот этот. Это что-то тоже было уже заморожено в готовом виде. Ах, как он хрустит, когда режешь. Ой. А, отлично, а? Чоколадто. Мы разогрели круассаны чуть-чуть, которые были заморожены, чтобы было нам вкусно. Ой-ой-ой. И вот начинка такая стала. Это потягает вот с малиновым. И он прям такой вот, прям хрустящий, наверное, слышно в моем микрофоне. Потягушки, да? Сверху дробленные орешки. Шикарно. Помыли досочку от шоколада. Вот очень вкусный круассан с шоколадной начинкой с орешками сверху. Давайте, может, сразу с грецким орехом сверху попробуем. Сейчас я вытираю орудие труда. Он такой тяжелый, прям, не знаю, мне кажется, он весит грамм 150, может, даже 200. Греческий орех, да? Весь грецкий орех сверху, да. Мне кажется, там какая-то карамель. Ребят, слушайте, честно, я просто в шоке от этих круассанов от всех, потому что столько начинки, реально вкусно. Насколько я придирчивая к выпечке, вот кто меня знает из моих друзей. Ты придирчивая к своему папе тоже, между прочим. Да я к всему придирчивая. Я когда-нибудь сделаю отдельное видео, как ты придираешься к своему папе, а не к выпечке. Ммм, похоже на сгущенку даже, карамельная сгущенка такая. За этот круассан можно тебе все простить, все твои придирки. Но это сгущеночная тема, конечно. Это, мне кажется, это карамель, полукарамель, полусгущенка, вот такая вот. Круассан отпеченный карамельно-ореховый. То есть это карамель, но по вкусу как вареная сгущенка и мне нравится. Ммм, еще раз даже откушу. Ну, просто не все едим, потому что мы не сможем иначе все попробовать очень сытно. Шоколадный. Шоколадный тоже? Да, вот сейчас будет хруст. Тут микрофончиком специально. Вот какое слоение, шикарное просто. Один из этих круассанов просто с шоколадом. Второй шоколадно-ореховый начинка. Вот это, видимо, был шоколадно-ореховый. Сольтон-ореховый, да. Но что вот этот круассан шоколадно-ореховый, с орехами вверху, что этот, они одинаково вкусные. Просто у этого более сладкая начинка, у этого более как горький шоколад. Давайте сразу тогда оценим тот, который мы выпекали из заморозки. Если так посмотреть, то вот все, что мы выпекали сами, они меньше по размеру, чем остальные. То есть так их можно отличить. Вот именно те, что мы выпекали сами, они такие более мелкопористые, больше похожи на булочки такие. Но это тоже хорошо, тем более кто-то любит больше сдобные, вот такого типа круассаны, кто-то прям хрустящие. Ну что, у нас остались вот такие, которые мы тоже, это мы тоже сами выпекали. Это миндаль, да? Да. Ну, конечно, огромное преимущество этих круассанов в том, что вы положили себе в морозилку, взяли на завтрак две штучки, или сколько вас человек. В упаковке их восемь. То есть вот мне, например, восемь штук не нужно за раз. И можно их хранить постепенно, как и все десерты Чизкейк.ру. Хоть чизкейки выберите и просто вытаскивайте по кусочку, размораживайте себе. Ну здесь что-то типа марципана внутри. Это миндальный крем. Да, ну по сути это и есть марципан, только такой более жидкий. Сейчас мы допробуем баркету и улиточку. А дальше пойдем по несладкой. Давай вот это с абрикосом. Я думала, ты по-другому разрежешь. Хочешь, чтобы было виднее, да? О, абрикосик, вот творожный крем. Здесь крем есть, да, и абрикосик. То есть не просто абрикосик. Базовый крем. Написано, что творожный. Да, действительно творог. Как ватрушка на вкус. Да. Не заварной крем, как обычно в таких штуках, а творожный. Абрикос такой, как на эти консервированные персики. Такой вот. Вот это прям вкусная штука, потому что с творогом. И у нас вот похожий на денеж, да, улитка. Да, это улитка. Кстати, говоря про cheesecake.ru, если вы вдруг еще по какой-то чудесной причине не видели наши обзоры, не знакомы с этим магазином, это магазин десертов, выпечки, гокамоли, даже там есть мясо продается, мраморная говядина. Но акцент, конечно, на торты, пирожные и так далее. В заморозке, все полностью заморозки. Десерты из Италии, из Бельгии, из России есть, российского производства. Есть, по-моему, французский, если я не ошибаюсь. В общем, там страны только добавляются и добавляются, и десерты добавляются и добавляются. Вот в эту выпечку мы сколько? Это четвертый обзор, да? Наверное, да. Четвертый обзор, и каждый раз что-то новое нам привозят на пробу. Поэтому ассортимент обновляется, хорошие очень цены, в конце будет промокод еще от нас. Так что смотрите, а мы продолжаем. Улитка. Это, получается, у нас улитка с корицей, да, пахнет корицей, пеканом и карамелью. Ах, хорошо. Слои тоже очень заметные. Папа отрезает, я просто кусаю. Хорошо. Корица пошла хорошо. Это вкусная, да, вещь, я вот так задумалась прям. Потому что она не притерная какая-то, да, вот обычно такие булочки, они просто какие-то все с сахарным сиропом. Пару литров борща с салом съешь, и потом такую булочку заточить, шикарно. Да, борщ с салом. На завтрак, я имею в виду, на завтрак. Это вкусно. Борщ сегодня на обед, а такая булочка завтра на завтрак, я имею в виду. Так, мы тут пока перенакрывались опять немножко. Тут так много всего, надо чистить тарелки. Я составила рейтинг с папиных и со своих слов. С моих слов записано верно. Да, и в общем, как вам тут сказать. Значит, на первых местах у нас 100% у папы со сгущенкой, с мягкой карамелью, у меня с малиной. И у папы с малиной на втором, у меня со сгущенкой на втором. То есть, это два самых вкусных круассана, по нашему общему мнению, на этом столе. Но остальные тоже не уступают. Просто видите, прям вау, как нам понравились. Дальше у меня на третьем месте с миндалем собственной выпечки. С шоколадом и орехами вот этот вот, где много жидкой начинки. Вот эта штучка баркета с абрикосом и с заварным кремом круассан. А у папы улитка с корицей, тоже шоколадно-ореховый вот этот круассан. И собственная выпечка с миндалем, с шоколадным и заварным кремом. В общем, такой у нас получился рейтинг. Прислушайтесь к нашим мнениям, если хотите вкусных круассан. Звезды и розданы. Работаем дальше. Я чувствую себя экспертом Мишлен. Мишлен, вы знаете, что вот недавно у нас Мишлен раздали в Москве. И семь ресторанов от двух звездов получили, два от две звезды. Так что поздравляем, коллег. Да? Ну, это долгожданное событие. Конечно, я при случае расцелую всех тех ребят, которых я знаю, в засос. Да. В Москву поеду и расцелую, конечно. Поздравляем всех, если вдруг это смотрят шеф-повара. Так, теперь мы решили, прежде чем пробовать соленую выпечку, различную гокамоли, попробовать чизкейк. Чизкейк Ру, они вообще начинали вот изначально с чизкейков. То есть замороженных чизкейков, это был такой хит. С славной дружей, их еще там пять лет назад, может быть, обозревал, не знаю. Но, в общем, чизкейк Ру славится, конечно, чизкейками в первую очередь. И у нас такое сорти. Яблоко, карамель, манго, брауни и кокос. Ага, я хочу с яблока начать. Яблоко вот, а я начну с манго. Выглядит потрясающе, на самом деле. Очень красивые разрезы, вам, надеюсь, видно. Мне кажется, это самый вкусный чизкейк, который я пробовала. Я просто люблю манго, видимо, поэтому мне нравится. Но он очень нежный и кисленький. Я не люблю притерные десерты. Вот это прям непритерно. Приход манго очень хороший. Кисленько, да? Скажи так вкусно. Мне это как раз хорошо, когда мало сахара. А тут послаще уже. Такой ванильный, сладкий, шоколадный. Это вот нежный сыр. Я тут попробую показать, да? Нежнейший просто, как такая сметанка густая. И кусочки насыщенного шоколадного брауни. Сверху карамель. Я сейчас вот так вот возьму. Очень хороши. На срезе очень хорошо смотрятся эти вот вставки шоколадная, да? Ну, кстати, брауни мягкий. Боже, какой кайф. Я не могу. Вот эта штука наверху очень хорошая. Кокос, жареный кокос, вероятно. Такой немножко кокосовая стружка, вероятно, прогрета была. Потому что так такое... Кокосовый. Уходящий знаешь куда? Уходящий в кофе мне почему-то так вот бац. Да, ты прав. Мне тоже так чувствуется. Слушай, это самое интересное ассорти. Из-за того, что вот мне вспоминается. А здесь яблоко. Один, да, действительно. Один лучше другого. А это вот как яблочный крамбл, такие кусочки. И там прям кусочки настоящего яблока. Вот видно, наверное, на срезе. То есть это все было в одной коробке? Да. Это ассорти. Это уже ассорти. Это не разные четыре чизкейка мы собрали, представители. А это полностью готовая коробка, где в одном флаконе четыре разных чизкейка по несколько кусочков, не помнишь? По четыре. По четыре, наверное. Это очень удачно, потому что вкусы у всех разные. На компанию взял и начинаешь разыгрывать их по принципу фантов-то или по какому-нибудь еще принципу. Кому что-то останется. Да, потому что чизкейкру там такой огромный ассортимент. В описании есть ссылка на сайт. В конце мы еще скажем наш промокод. Так что смотрите обязательно до конца. Там такой ассортимент, что просто вот не перечислить, не попробовать всего. Мы уже сколько пробуем, не попробуем. Поэтому для себя обязательно что-то найдете. Я всегда, как хочется сказать, топлю по-блогерски за ассорти. Потому что вот здесь точно разные, они разные по вкусу. Этот кисленький, этот сладкий, шоколадный, этот кокосовый, этот свеженький тоже с яблоком. На любой вкус. А я топлю по-мужски, а не по-блогерски. В общем, классные чизкейки я даже потом доем с манго, мне прям очень понравился. А теперь давай пробовать соленые. У нас из соленых экспонатов турновер такой вот с оливочками, помидорками. Думаю, вот этот стоит разрезать. Это круассан с леченой и сыром, который мы сами выпекали. А еще у нас есть гуакамоле. Три разных варианта. Чизкейкру предлагает замороженные, готовые гуакамоле. Это срез. Помидорчик просматривается, да? Да. Это турновер с оливками, помидором, базиликом и сыром. Тоже слоеное тесто хрустит. Ну, красное тесто, да, хрустит. Казалось бы, одно и то же тесто, но какие разные варианты, вот именно из начинок и посыпок. Это я забираю себе на всякий случай. Тесто-то абсолютно одинаковое. Сыр-личина. Разное только в тех, которые мы выпекали сами и которые пришли уже. Сыр тут немножко подплавился. Да, сыр он прям вокруг, то есть он вот во всей полости. Он вот тут по всей полости, да, идет. Вот, хорошая история. Да, кусочек ветчины такой прям. Я такой круассан, признаться, уже съела до съемки. Поэтому я уже его знала. Знаете, когда выдастываешь из духовки горяченные круассаны, которые ты еще и сам не делал, то есть ты просто туда положил, подождал. Это прям очень соблазнительно, чтобы съесть. Сытные хороши. Сытные хороши, оба хороши. И теперь гуакамоле мы попробуем, наконец-то. Да, у нас есть вот тут один круассанчик, смотрите, какой он красивый. Просто идеальный. Тоже мы его выпекали из заморозки. Да, просто классический круассан. И он не сладкий, не соленый. Он с нейтральным вкусом. И сейчас мы с ним будем пробовать гуакамоле. А, можно посмотреть, какое здесь красивое ослоение. Смотри, как в стаканчик сюда гуакамоле положить. Классический. Угу. Пикадегало. И... Это с три перца. А что такое пикадегало, кстати? Ну, я помню, что там петух фигурирует. То ли там острый петух, то ли укушенный петух, то ли сумасшедший петух, то ли клюв петуха. Гала – это же курица по-испански, да? Ну, петух. Это клюв петух, петушиный клюв. Ну, вероятно, здесь имеется в виду, что остро. А может, то, что там помидоры? Как в задницу клюнет, знаешь, как остро будет? Ну, давай попробуем. Я состав не читала, поэтому посмотрим. Я хочу пикадегало. Так, вот это пикадегало. Посмотрите, как у меня сейчас будет. На самом деле, цена на эти гуакамоле, она вот сопоставима с тем, вот как бы вы делали сами, да, только чуть-чуть подешевле. Ну, потому что авокадо – это самый дорогой продукт. Но все готово, все заморожено и, правда, вкусно. Я просто их уже пробовала несколько раз, поэтому я знаю. Как будто меня клюнул жареный петух. Слушай, вкусно. У меня классический гуакамоле, он такой прям кисленький, с лимонным соком, как положено. Просто соль, даже перца нет, соль, лимонный сок, очень вкусно. А вот это три перца, да? Прямо кусочки, вот можно показать. Да, кусочки есть, кстати, да. То есть это не блендеры в одну кашу сделаны, это действительно размято, как надо. Как вы сами делаете, только даже лучше чуть-чуть. Вот в трех перцах халапеньо мне пошло. Там халапеньо есть? Боже, боже. Ммм, я очень люблю гуакамоле. Ну, это прям хороший, кисленький такой. Это без добавок. Сейчас я попробую с добавкой. С помидоркой, тут помидорка есть. Боже, боже. Чуть-чуть более остренький, чем классический. Чуть более пикантный. Ну, причем эта острота не бьет по мозгам, она приходит к тебе. Вот это очень важно для острой. Это прям легкая. Был такой приходик. А это три перца. А вот тут очень хорошо халапеньо, кстати, заходит, да, потому что халапеньо – это тоже очень мексиканский вид перца. А гуакамоле, ребята, это мексиканская закуска. Такой раздавленный авокадо с какими-нибудь добавками, либо без добавок, да. Ну, вот эти похожи, но здесь красный перчик еще чувствуется, кроме халапеньо. И цвет хороший. Видишь, не окисляется. Он у нас уже какое-то время ведь постоял, потому что обычный авокадо, там, гуакамоле начинает темнеть на столе. Вот, знаете, сидит там за столе у тебя, да. Пока там оливье съешь, гуакамоле уже темный. Поэтому, а вот этот не темнеет. Ну, потому что кислинка, видимо, его, да, кислинка, которая там есть, предотвращает потемнение вот это. Чизкейк-ру реально выручит вас, если вот вы, например, у вас гости, вам нужно день рождения ребенку сделать и так далее. Вы просто не хотите готовить. Заказьте десерты, они потрясающего качества. Посмотрите предыдущий обзор, там мы пробуем всякие другие пирожные. Здесь у нас выпечка на завтрак. Положили себе, если вы готовить не любите, положили в морозилочку, потом мужу своему сделали с утра. Он такой, дорогая, ты что, с утра испекла круассаны? Как есть такое видео, да, когда такая женщина сидит, берет пельмени из пачки замороженные, магазинные, на столах, бас, мукой подпылила, там, да, как раз, там, что-то себе там мукой провела по лбу, там, по переднику мукой провела. Такой чувак с работы приходит, она говорит, вот пельменник налепил, а он такой ест, о, вкусные домашние пельмени все-таки отличаются от промышленных, да. То же самое можете сделать вы. Да. Я даже бы выдавал чизкейки эти за свои, вот я испек чизкейк сегодня всю ночь, пек, вот мой чизкейк, и пусть попробует не поверить, да. Ну, чизкейки, конечно, больно красивые, тебе бы не поверили, но вот круассаны, они еще такие. Ну, ты у меня красивая, мне же верят, что ты моя, мне же верят, что ты мое произведение, почему мне про чизкейк не будут верить. Ну, да, это подарительно похоже, ну, потому что чизкейк, он такой прям, очень вылизанный, но круассаны, они такие разного размера, чуть-чуть такие, их же тоже люди делают, как вы думаете, поэтому точно сойдут за ваши, поэтому чизкейк у вас выручат, если вы не хотите готовить, можете даже обманывать своих гостей, они будут говорить, какая вы хорошая хозяинка. Ну, в общем, я очень доволен тем, что сейчас мы проделали, я доволен до глубины души, до глубины своих очков, даже я бы сказал. А я до глубины желудка. Да, так что, хорошо, что есть чизкейк-ру. Я, кстати, всегда, бывает, знаешь, по городу еду, вижу эти красивые машины. Потому что у них доставка быстрая. Фирменная, и там же прямо низкая температура минусовая в этом фургоне. Машина очень красивая, и я всегда радуюсь, думаю, вот каким-то счастливчиком эта машина везет сейчас очередную порцию продукции, да? Да, ты часто видишь машины, потому что чизкейк-ру доставляют очень оперативно, и у них машины с морозильниками, то есть продукция, важно, чтобы она повторной заморозке не подвергалась. Если в пути растает, вы потом обратно заморозите, не очень будет. Чизкейк все продумал. И в вашем городе практически 100% есть чизкейк, если это вы в России, потому что список городов вот такой. Проверьте на сайте, есть ли в вашем городе. Так что, друзья, мы вам горячо рекомендуем продукцию чизкейк-ру. Знаете, сейчас было бы у меня вот такое клеймо, я бы так шарахнул бы по коробке, и там написано «Одобрено зоной Лазерсона». Что тут еще скажешь, да? А сейчас про еще некоторые бонусы вам расскажет Софья. Да, у нас есть для вас промокод, потому что всегда просим вам дать какую-то ссылку нашим подписчикам. Промокод «Лазерсон» на русском языке. При покупке от 2 990 рублей вы получите скидку 53% на позиции по полной цене, получите бесплатную доставку от 990 рублей. А еще, знаешь что, пап? Нет. Как ты думаешь? Поцелуи от меня виртуальные. Ну, не виртуальные поцелуи, а целую упаковку круассанов, которые мы сегодня пробовали. Например, можете выбрать малиновые, с вот этой мягкой карамелью, которую мы называли сгущенкой и так далее. Поэтому, пожалуйста, переходите по ссылке, мы все вам удобненько сделали, выбирайте. И приятного вам аппетита. А мы уже пойдем полежим, а то до встречи на канале. Все, пока! Пока!